Здравствуйте! В эфире канал Россия, итоговая информационная программа «События недели». «Работа на этом не останавливается. Мы видим, что наши граждане участвуют в компании активно, поэтому сбор в республике продолжается. Его ведут волонтеры, представители общественных организаций, работают пикетные точки», отметил доверенное лицо Владимира Путина, социальный координатор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Замир Гусов. Он обратил внимание, что каждый желающий поддержать Владимира Путина может оставить свою подпись в подписном листе. Абсолютно все голоса будут учтены. Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей России. «Россия-Церкесская республика, как и по всей стране, проходит вор в подписи избирателей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В этом большое участие принимают наши волонтеры. В пользу случаем хотелось бы выразить нашу благодарность представителям волонтерского движения. Большая работа проведена и на площадке Общероссийского народного фронта по этим вопросам. И немаловажную работу провели у нас и партийные активисты в городах и районах нашей республики. А также силами волонтерского движения весь этот период работают пикетные точки по сбору подписей. Эти пикетные точки работают у нас в городе Черкесске, в городе Карачаевске. Работают они в прилегающих территориях крупных торговых центров, ну и учебных заведений города Черкесска и города Карачаевска. Мы придерживались в своей работе строго буквы закона. Очень аккуратно подходили сборщики к оформлению листов. Это непростое дело оказалось. И особо хочется отметить то, что жители Карачаева Черкесии вот с первого дня, как 23-го мы начали эту работу, несмотря на выходные, праздничные дни, все равно приходят, продолжают приходить и еще будут приходить до 21 января. Мы продолжаем эту работу на всех точках. Все успеют оставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина для участия в предстоящих выборах. 1 января исполнилось бы 90 лет выдающемуся российскому общественно-политическому деятелю, бывшему министру юстиции, доктору юридических наук, заслуженному деятелю науки РСФСР, заслуженному юристу России, одному из разработчиков Конституции и Гражданского кодекса страны Юрию Хамзатовичу Калмыкову. В этот день в Черкесске у его памятника собрались представители общественных организаций, его родные и те, кто гордится именем славного земляка. О выдающемся политике и ученым расскажет Марина Кушпова. Политическая деятельность и общественная жизнь юриста-цивилиста Юрия Калмыкова – пример того, как можно, следуя принципам справедливости, достичь огромных высот и завоевать непререкаемый авторитет. Родившись в небольшом ауле Абазакт Карачаевой Черкесии, Юрий Калмыков сумел с отличием окончить юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в 29 лет защитить кандидатскую диссертацию в аспирантуре Саратовского юридического института и спустя 8 лет стать одним из самых молодых ученых в СССР со степенью доктора юридических наук. Возможно, профессор Юрий Калмыков дальше работал бы в институте и воспитывал научную молодежь. Но на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века в истории государства произошел переломный момент, события которого послужили становлению известного политика и общественного деятеля Юрия Калмыкова. Когда он учился в Саратове, я тоже Саратовский сельхозинститут кончал в это время, много о нем слышал от ребят, которые с ним вместе были и учились, и потом уже он их обучал. Были очень высокой степени оценки о нем. Всегда это было мне приятно слышать, потому что это был мой земляк. Потом узнал его, когда он стал депутатом Верховного Совета СССР от Саратовской области. Я знаю, что ему удалось обойти первого секретаря Саратовского областного комитета партии. И в самом Саратове, Черкес, получил место депутата Советского Союза. Это была очень высокая степень оценки. Юрий Калмыков занимал высокие должности в Верховном Совете СССР, был министром юстиции Российской Федерации, членом Совета Безопасности России, депутатом Госдумы России. Наряду с юристами высочайшей квалификации Юрий Калмыков принимал участие в подготовке Конституции и Гражданского кодекса России. Он был политиком с врожденным чувством справедливости. В конце 1994 года, будучи министром юстиции и членом Совета Безопасности России, Юрий Калмыков выступил против ввода войск в Чечню, предлагал воспользоваться мирными способами решения возникшего конфликта. И когда не смог повлиять на ситуацию, посчитал невозможным оставаться в составе правительства и подал в отставку. На тот период, период перестройки страны, ему не раз приходилось принимать важные, иногда судьбоносные решения. Юрий Калмыков был общепризнанным лидером черкесского народа. Он был избран первым президентом Международной черкесской ассоциации. Юра – наш земляк, которого, я думаю, уважали все народы, не только Карачаева, Черкесии, но и в нашей стране. И сегодня, в дань памяти, когда ему сегодня, если бы он был жив, исполнилось бы 90 лет, Вот вы видите, сколько людей сегодня собрались первого числа. И вот эти неравнодушные люди, которые кто-то лично его знал, уважали, родственники, друзья. От Международной черкесской ассоциации мы направили письмо на имя главы Карачаева Черкесской республики. И мы видим сегодня, корзины принесли от главы, от парламента, от администрации. Выдающийся юрист Юрий Калмыков был истинным патриотом своего черкесского народа, но при этом никогда не идеализировал и не проповедовал его исключительность. Он считал, что без любви к своим корням не может быть уважения и к другим народам. Это основа мира и взаимопонимания. Видный деятель, который является примером для всех нас, особенно для молодёжи. Достойный сын своего народа, достойный сын Кавказа, достойный патриот, достойный сын нашей великой Родины России. В день 90-летия Юрия Хамзатовича Калмыкова у его памятника в центре Черкеска общественные деятели вспоминали о нём как о выдающейся личности. Одним из самых выдающихся представителей нашего народа был Юрий Калмыков. Юрий Хамзатович был большим государственным и общественным деятелем. Мало того, что это один из 12 апостолов юриспруденции за всю историю, он обладает такой харизмой, которой мы гордимся и по сей день. Несмотря на весомый вклад в научную и политическую деятельность России, Юрий Калмыков в жизни был очень скромным человеком. Сегодня его примеру следуют внуки, которые безмолвно и также скромно, но с особой гордостью в тот день слушали воспоминания о нём. Он незримо всегда с нами находится, и примеры из жизни всегда, какие-то ситуации, когда в жизни происходят, это всегда в голове, в сердце. Ты всегда вспоминаешь какие-то моменты, и встаёт пример его, как бы он поступил в данной ситуации на твоём месте. Теплота, огромная теплота, просто не человеческая. Не за то, что это дедушка, а просто такой человек был. В память о государственном политическом деятеле Юрии Калмыкове в 2024 году в Кабардино-Балкарии, Карачаевой Черкесии пройдут юбилейные торжества, конференции, вечера памяти и другие мероприятия. Марина Кушпова, Алий Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Новогодние скидки продолжаются в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на всё и даже в рассрочку. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании «Карачаева Черкесия» требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру. 8-928-390-38-89 Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов. Не забыли маму с папой. Наложили очень хитро много степеней защиты. Взяли маркеры цветные, делать знаки водяные. С ним пойдем голосовать. С ним пойдем голосовать. Маму с папой выбирать. Но сказала мама. Милый, бюллетень у вас красивый. Только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет. Люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. На этой неделе работники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. Более подробно о работе прокуратуры рассказала старший помощник прокурора Карачаева Черкесии Елена Дармаграева. С ней встретилась Белла Джозаева. Добрый день, Елена. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Я сразу хочу оговориться и сказать нашим зрителям, почему я с тобой на «ты». Потому что мы друг друга знаем давно. Мы сотрудничаем, мы дружим. Поэтому я себе это позволяю. Лена, 12 января день работника прокуратуры. Ваш профессиональный праздник. С чем я тебя, конечно, искренне поздравляю. Ты уже около трех десятилетий в этой сфере. Я хочу у тебя спросить, что для тебя работа в прокуратуре? Работа в прокуратуре Белла – это, прежде всего, реальная возможность оказать помощь людям. Хочется процитировать, как сказал великий французский философ-просветитель Вольтер, «Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им». На сегодняшний день прокуратура – это один из немногих государственных органов, куда люди, приходя, могут найти квалифицированную и быструю юридическую помощь. Люди приходят к нам со своими бедами и проблемами. И мы стараемся сделать все от нас возможное, чтобы помочь им и восстановить их права. Лен, а каковы плюсы в вашей работе, каковы минусы в прокурорской работе? Есть какое-то четкое разделение? Ну, они, наверное, взаимосвязаны, хватает всего. Прежде всего, могу сказать, что работа в прокуратуре – это хорошая школа, потому что получаемые профессиональные, юридические и разносторонние знания очень востребованы в нашей профессии. Результаты нашей правозащитной деятельности дают ощущение удовлетворения и пользы как для общества в целом, ведь мы на благо государства работаем, так и относительно каждого конкретного гражданина в отдельности, кому мы помогаем отстоять свои права. Работа в прокуратуре – это также умение разбираться в различных правовых ситуациях, вникать в них, находить правильное решение. Наша работа, конечно, сопровождается большой ответственностью и напряжением, потому что практически каждодневно мы сталкиваемся как с нарушениями законов, так и с правонарушителями. То есть это минус? Это да, минус, конечно, да, определенный. И наша работа требует быстрого принятия решения, то есть это, можно сказать, работа в условиях ограниченного времени, и это требует от прокурорских работников собранности, выдержки, высокой работоспособности. Это плюс? Да. Лена, скажи, пожалуйста, вот есть ли какие-то основные черты характера, которые должны быть присущи прокурорскому работнику? Я считаю, Белла, что в первую очередь прокурорский работник должен обладать высоким уровнем правосознания. Он должен быть, конечно же, ответственным, дисциплинированным. Прокурор всегда должен быть и оставаться объективным, но в то же время справедливым и человечным. Очень важным, а, наверное, и одним из самых сложных в нашей профессии является умение взвешенно принять правильное решение в конкретной ситуации и добиваться устранения выявленных нарушений закона, потому как от этого ведь зависят судьбы людей. Получается ли, Лен? Ну, стараемся. Я считаю, что в большей степени получается. Также прокурорский работник должен уметь разбираться в законодательстве, грамотно его применять. Здесь же и общение с людьми, поэтому мы должны проявлять чуткость, внимательность, отзывчивость в общении, то есть находить общий язык с разными людьми. Лена, какими простыми человеческими словами можно охарактеризовать основную функцию прокуратуры? Ну, здесь, учитывая, что слово «прокурор» в переводе с латинского означает «заботиться», то основное предназначение прокуратуры – это заботиться о правах людей, о том, чтобы люди жили по праву и по справедливости, заботиться об интересах общества и государства. Хочу сказать, что наша профессия является гуманной, потому что основная функция прокуратуры – правозащитная – направлена на реализацию именно конституционных прав граждан основных, права на социальное обеспечение, трудовых прав, законных интересов несовершеннолетних, прав граждан на своевременное получение квалифицированной медицинской помощи. И вообще у нас нет неважных отраслей надзора. Люди приходят к нам со своими проблемами и бедами. И для каждого заявителя то, с чем он пришел, – это беда номер один. И поэтому мы, конечно же, стараемся все сделать, чтобы помочь гражданам. Лена, многое в нашей работе зависит от коллектива, в котором мы находимся, работаем. Большая часть жизни проходит у нас на работе. Дружный ли у вас коллектив? Да, могу сказать, что коллектив у нас дружный, сплоченный. У нас работают как опытные работники, так и молодые специалисты. И у каждого есть свои плюсы и преимущества. В целом трудятся у нас профессиональные юристы, и поэтому молодым коллегам есть у кого учиться и перенимать опыт. А самое главное, что хотелось бы отметить, что наши сотрудники неравнодушны к чужим бедам и проблемам. Конечно, Белла, ты понимаешь, многое зависит от руководителя. Могу сказать и уверена, что выражу мнение всего нашего коллектива, что нам действительно повезло работать под началом мудрого и чуткого руководителя. Олег Олегович Жариков, возглавляющий республиканскую прокуратуру, он большой интеллектуал, он умеет найти правильное решение в сложных ситуациях. И помимо высоких профессиональных качеств, это на самом деле справедливый и отзывчивый человек. Лена, понятно, что ты сотрудничаешь с нами, со СМИ. В чём ещё заключается твоя работа? Да, Белла, я занимаюсь взаимодействием со средствами массовой информации и общественностью. Данное направление рассматривается как одно из приоритетных. Потому что основополагающим принципом в работе органов прокуратуры Российской Федерации является принцип гласности. И у нас с журналистами получается много общих задач. Одна из самых важных – это защита законных прав жителей нашей республики. У нас есть свои страницы в социальных сетях, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Это отвечает современным реалиям, потому как тут и охват аудитории, и мгновенная обратная связь, быстрая. Также у нас есть свой сайт в сети интернет. Ежедневно мы размещаем информацию на наших информационных ресурсах на сайте, в социальных сетях, об итогах работы в сфере уголовного преследования, о результатах проводимых проверок, о том, какие у нас мероприятия проходят. Поэтому, пользуясь случаем, прошу вас, уважаемые зрители, пожалуйста, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Еще хотелось бы сказать о том, как мы работаем с журналистами. Конечно же, на принципах взаимного уважения и доверия. Мы очень ценим и понимаем ответственный и сложный труд журналистов. Каждое средство массовой информации в нашей республике, которое имеет свою аудиторию, свою неповторимую манеру подачи информации и пользуется заслуженным авторитетом своих читателей и зрителей. Также, со своей стороны, мы стараемся всемирно развивать наше сотрудничество. Мы на постоянной основе осуществляем пропаганду права, а также освещение нашей деятельности в радиопрограмме «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧР-ФМ, за что от всего нашего ведомства хотелось бы сказать отдельное спасибо главному редактору радиовещания Центра связи и коммуникаций Ане Цзадзамия. Также отдельную благодарность, в первую очередь, от лица руководства прокуратуры республики, от имени Олега Олеговича Жарикова, позвольте выразить директору филиала ГТРК «Карачаева-Черкесия» Светлане Зауровне и лично тебе, Белла, автору и ведущей нашей программы «Сила права». В телевизионных выпусках мы стараемся донести до жителей нашей республики о том, как же можно отстоять свои права, разъяснить наиболее актуальные для них нормы закона, а также рассказать о правозащитной деятельности, привести наиболее яркие примеры. И очень надеюсь, что наше взаимное сотрудничество будет продолжаться. Спасибо огромное вам. Елена, понятное дело, что ты работаешь с журналистами уже много лет, знаешь эту работу. Сотрудничество вообще вот как происходит? Обратная связь с журналистами имеется? Да, такая связь налажена, потому что нередко оперативная и качественная работа журналистов является основанием для начала прокурорских проверок. А главный результат всего этого, опять-таки, реальная помощь людям. Мы в постоянном режиме осуществляем мониторинг средств массовой информации и социальных сетей. Если мы выявляем публикации о нарушениях закона, которые требуют непосредственно нашего вмешательства, мы сразу же организовываем прокурорские проверки. О начале таких проверок и об их результатах мы обязательно информируем как население, так и средства массовой информации в целях обратной связи. Лена, мы столько разговариваем, но как-то о начале твоей трудовой деятельности мы не говорили. Как ты профессию юриста выбрала? В семье были юристы? Как вообще трудовой путь начинался? Ты с виду такая хрупкая девушка и профессия юриста. Или это было модно тогда? К выбору профессии было. Я подошла уже в довольно-таки осознанном возрасте, когда училась в старших классах школы. В большей степени, наверное, мой выбор определило желание помогать людям. В этом ведь и состоит основное назначение нашей профессии – защищать и восстанавливать права людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Юридическое образование я получила в Ставропольском государственном университете. Несколько лет проработала в органах внутренних дел, инспектором по делам несовершеннолетних, это работа с детьми, и дознавателем. Потом уже началась работа в прокуратуре. Сначала это была прокуратура города Черкеска, где я работала помощником прокурора города и следователем. Потом уже республиканская прокуратура. Здесь занималась различными направлениями работы. В течение 10 лет из них довольно длительно обеспечивала участие прокурора в арбитражном процессе. Это довольно-таки сложная, но очень интересная работа, которая направлена на защиту экономических интересов государства. Сюда входит, допустим, предъявление заявлений и участие в их рассмотрении, когда этого требует защита именно интересов государства. Допустим, оспариваются незаконные сделки с землей, с бюджетными средствами, с государственным или муниципальным имуществом. И в результате незаконно выбывшие возвращаются в собственность государства. Результаты этой работы, хочется отметить, всегда были и есть весьма ощутимыми. Лен, я бы хотела, чтобы ты нашим зрителям немножко рассказала о себе. Какие у тебя увлечения? С чем ты любишь заниматься? Если обратиться в прошлое, так сказать, в школьные годы я занималась музыкой. Это была моя детская мечта, которую удалось осуществить. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Ну, также в детстве и в юношеские годы очень любила читать. Сейчас тоже, если удается найти свободное время, чтение – одно из моих любимых занятий. А что ты любишь читать? Ну, увлекательно разная литература. Конечно, люблю детективы. Может, прозвучит банально, но это произведение Агаты Кристи. Привлекают её загадочные сюжеты. И когда читаешь, хочется до того, как разгадка уже будет описана, самой попытаться её найти. Детективы современных авторов. Александра Маринина. Это, наверное, профессионально у тебя. Ну, наверное, да. Ироничные произведения Дарьи Донцовой. Также нравится современная проза. Очень близко могу отметить творчество Виктории Токаревой. Вот вроде бы обычные картины из жизни людей она описывает, но юмор, манера передачи, повествования, умение раскрыть тонко, причём психологические переживания героев – всё это лично для меня делает её повести и рассказы очень привлекательными. Если говорить о зарубежных авторах, то тут могу выделить Эрих Мария Ремарк и его произведения о вечных ценностях. Сегодня ваш профессиональный праздник. Что бы ты хотела пожелать своим коллегам? В этот праздничный день я хочу поздравить ветеранов и коллег органов прокуратуры и пожелать всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и, конечно же, успехов в нашей нелёгкой, но такой нужной работе. Лена, я благодарю тебя за интересное интервью. И, конечно, я желаю тебе всех успехов в твоей профессиональной деятельности. Спасибо, что была гостьей нашей программы. Спасибо тебе. Не так много времени осталось до начала капитального ремонта одного из наиболее известных зданий столицы Карачаева Черкесии. Построенный в 1961 году бывший дом пионеров, а затем дворец детского творчества имени Гагарина, ожидает преображения в рамках нацпроекта «Культура». О ближайшем будущем городского центра культурного развития в сюжете Артура Мхце. Естественная вентиляция здания с необычным дизайном коридоров и лестничных пролётов, на фоне которых даже древний макет самолёта кажется более современным, издающий совсем не мелодичный скрип полы. Бывший дом пионеров Черкеска, получивший в название имя первого космонавта Юрия Гагарина, нуждался в капитальном ремонте очень давно. Усилиями педагогов доп. образования здесь долгое время удавалось наводить марафет и создавать некоторый уют. Качественное утепление окон, застеленные своими силами полы в кабинетах, лишь часть проделанной работы. Но для соответствия современным требованиям этого мало. В конце прошлого года было достигнуто принципиальное решение о кардинальном преображении здания, где располагаются Центр культурного развития, спортивная и художественная школы, а также готовят мастеров на все руки. У нас хорошо с нашим образованием. Во Дворце детского творчества, нынешний Центр культурного развития, ремонт не делался с здания, как его только сдали в 61-м году. То есть своими силами каждый год учителя делали ремонт, где-то подкрашивали, где-то ремонтировали. Но капитального ремонта никогда, скажем так, не было. И у нас радость, новость, у нас будет целый капитальный ремонт, у нас будет меняться всё. Небольшая экскурсия по этажам здания отметает последние сомнения в необходимости скорейшего ремонта. Заниматься можно и в таких помещениях, если, разумеется, закрывать глаза на существующие требования к учреждениям, где обучают детей. Поэтому заезд сюда строителей остаётся делом времени. Причём капитальный ремонт затронет не только само здание, но и прилегающую территорию. Городские власти приняли во внимание пожелания и замечания коллектива, а дизайнеры подготовили проект, который на всех этапах проходит согласование. В рамках капитального ремонта планируется замена кровли на металлочерепицу, облицовка фасада декоративной штукатуркой, капитальный ремонт всех кабинетов, а также благоустройство прилегающей территории. Внутри будут полностью заменены все сети. Это отопление, сети канализации, водоотведение, электрика. А также откапиталены все кабинеты. Это штукатурка кабинетов, замена полов, потолков и освещение. Ремонтные работы планируют начать в апреле нынешнего года. Общая стоимость более 85 миллионов рублей. Впрочем, уже есть те, кому предстоящий процесс преображения не в радость. Это родители воспитанников учреждений доп. образования, которые боятся, что их любознательные дети могут на время остаться без занятий. А ведь здесь бесплатно получают качественные навыки более 1 тысячи юных горожан. Куда придется водить своих деток теперь, пока вопрос, ответ на который наверняка будет найден совместными усилиями людей, которым не безразлично воспитание и обучение подрастающего поколения. Тем более в год семьи в России, а также молодежи в нашей республике. Артур Махцы, Мухаммед Ашебоков, Миха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. В новогодние праздники на 12% выросло число гостей в Архызе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Канатными дорогами на курорте воспользовались более 74 тысяч человек. Благодаря микроклимату в Архызе много солнечных дней, а живописные долины знамениты первозданной красотой. На склонах гор разместились современные отели и апартаменты, а горнолыжные трассы манят различные категории сложности. Из солнечного Архыза наш следующий репортаж. Зимой в Архызе царство горнолыжников, сноубордистов, любителей санок и коньков. Но Ростолье здесь и для тех, кому нравятся спокойные прогулки, а чистый воздух, приятная погода и много солнечного света пойдут на пользу любому гостю. Мне нравится, что курорт развивается, что курорт расстраивается, что появляется много разных возможностей для отдыха разноплановых. Здесь очень вкусно и очень красиво. Первый раз очень красиво, хорошие инструкторы, хорошие трассы. Всё очень-очень понравилось. У нас есть чем сравнить, перед этим были на Эльбрусе. Поэтому здесь более красиво. В зимнем сезоне на курорте Архыз работает 27 километров горнолыжных трасс разного уровня. Зелёные трассы для новичков, синие для опытных лыжников и сноубордистов. А для профессионалов предусмотрены трассы красного уровня сложности, а для экстремалов – чёрные склоны. Почти все трассы оснащены системой искусственного оснижения. Курорт рассчитан, конечно, на любую категорию горнолыжника. От самого новичка и до профессионала. Сюда могут приезжать, тренироваться даже спортивные школы. Это допустимо. И абсолютно только начинающий человек вполне может приехать. И здесь он научится и получит удовольствие от того, что он встал на горные лыжи. Понравилось то, что на любой уровень профессионализма, как спортсменов, так же и отдыхающих, новичков, есть разные трассы, довольно комфортабельные, довольно высокопрофессиональный персонал, инструкторы. Ну, в общем, если критировать из 10, я бы дал 9 баллов. Настоящей академией спорта для юных лыжников является детская школа архезионок. Все участники получают сертификат о своём уровне катания. Кроме того, проект «Адаптивный горнолыжный центр» предоставляет инновационные услуги инклюзивного горнолыжного туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тут очень хорошие горки, невысокие и хорошая канатка. Ехала в Афис и поела хичина. Мне очень сильно понравилось. Туристический поток на курорте растёт стремительно. Но для большинства туристов нет нужды покупать и везти с собой лыжи и сноуборды. В пунктах проката доступно около 2000 комплектов горнолыжного и сноубордического оборудования. У нас на курорте работает прокат, несколько станций проката. Инвентаря хватает всем. И прокат очень хорошего качества. Свежий инвентарь. Буквально не больше двух-трёх лет многое закуплено прямо в этом году. Сегодня Архиз переживает стремительные преобразования, которые затронут все сферы деятельности курорта. В перспективе строительства международного аэропорта Архиз также планируется связать курорт Архиз и курорт Красная Поляна Краснодарского края автомобильной дорогой протяжённостью около 111 километров. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго!